Книга «Открытым оком», 22-й том, тема Потеряевка, вопрос 3497. Прошло уже 16 лет, как вы начали восстанавливать православное поселение. И почему внутри такой маленькой общины смуты не прекращаются, все время какие-то недовольства? Если бы все начать сначала, то что-то в этом плане по-другому стали бы делать, чтобы сегодняшних смутьянов не было? Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Но он сам так и не смог ввести народ в обетованную землю. И потом, когда войдут, то столько, сколько будет смут, сколько переворотов, пленений, растений. На земле есть дьявол, и он имеет свои слуги. Это же было его посла Павла, Златоуста к нам. Люди приезжают не от того, что они томились, желали бы построить такое поселение, где был бы порядок, где и детей воспитывать можно было бы по евангельским заповедям любви, а потому что кого-то столкнули из других республик. Приехал кто-то, зараженный сектанством. И именно все, кто они впервые услышали о Боге еще до встречи с нами, тут они родили детей, которых воспитывали в своем духе смуты и непочтения к Духу Божию. Но Бог высеивает их по разным причинам, и они уезжают, и будет иной народ. 1 Иоанна 2, 2, 19. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Жить нужно не только для своей выгоды, а тут такие завелись, что шага не сделают, чтобы копейку не добыть, и к тому же приучают детей. 2 Маковейская, 14, 38. Он в предшествовавшие смутные времена стоял на стороне иудейства и со всем усердием отдавал за иудейство и тело, и душу. 2 Ездры, 5, 70. Коварством увлекая народ и, производя смуты, препятствовал довершить строение во все время жизни. 3 Сирахов, 11, 34. Посели в доме твоем чужого, и он расстроит тебя смутами и сделает тебя чужим для твоих. 4 Сирахов, 28, 10. Ибо раздражительный человек вожжет ссору, человек грешным смутит друзей и поселит раздор между живущими в мире. И эта вера не обманет того, кто ею лишь живет. Не все, что здесь свело, увянет, не все, что было здесь, пройдет. Но этой веры для немногих лишь тем доступна благодать, кто в искушениях жизни строгих, как вы, умел, любя, страдать. Чужие врачевать недуги своим страданиям умел, кто душу положил за други и до конца все претерпел. Федор Иванович Тютчев, 1857 год. Над этой темною толпой непробужденного народа взойдешь ли ты, когда свобода, блеснет ли луч твой золотой, блеснет твой лучший оживит, и сон разгонит, и туманы. Но старые гнилые раны, рубцы, насилия, обид, растление души, пустота, что вложит ум и в сердце ноет. Кто их излечит, кто прикроет? Ты, Риза чистая, Христа. Вас развратило самовластье, и меч его воспоразил, и в неподкопном беспристрастии сей приговор закон скрепил. Народ, чуждая свероломства, поносит ваши имена, и ваша память от потомства, как труп в земле, схоронена. О жертвы мысли безрассудной, вы уповали, может быть, что станет вашей крови скудной, чтоб вечный полюс растопить. Едва дымясь она сверкнула, на вековой громаде львов зима железная дохнула, и не осталось и следов. Федор Иванович Тючев, 14 декабря 1825 года.